В Ивангороде сложилась такая ситуация, что людям начислили больше, чем положено. Можете объяснить, как представители? Да, конечно. При расчете платы за коммунальную услугу по теплоснабжению, именно за май месяц 2019 года, где поставщиком коммунального ресурса является Газпром Теплоэнерго, специалистам была допущена техническая ошибка, но сразу же была устранена информация, была донесена сразу в адрес платежных агентов, такие как Сбербанк, Почта, о правильных суммах начислений за данный ресурс. Соответственно, абоненты, те, которые подключены к автоплатежи, то есть сумма к оплате у них была уже корректна, то есть отображалась при снятии автоплатежа. Также при входе в Сбербанк онлайн отображалась же правильная сумма, а именно 10 дней мая, 30% от мая, как и должно было быть за отопление. Далее, при непосредственно физическом появлении в отделениях Сбербанка и Почты, также операционистами Сбербанка, те, которые принимают платежи, при снятии штрих-кода, QR-кода, при нахождении адреса по лицевому счету, также отображается корректная информация по размеру платы за май месяц. То есть максимально с платежными агентами была сразу отработана и исправлена эта ошибка. А скажите, те люди, которые увидели квитанцию и не обращают внимания, допустим, и пошли и оплатили, как-то эти деньги будут зачисляться? Как раз-таки те люди, которые не обратили внимания и пошли и оплатили, у них приняли другую сумму. Как происходит вообще формирование квитанции? Те квитанции, которые сформированы, то есть те реестры начисления, так скажу, это информация о начислениях платы, они непосредственно сразу уходят в информационный обмен. У нас происходит с платежными агентами, такими как Сбербанк, Почта. То есть абонент, который пришел с квитанции, допустим, на 150 рублей, он уже не сможет оплатить 150 рублей, у него высветится автоматически уже 100 рублей. То есть правильная оплата, корректная оплата за май месяц. Соответственно, если только при желании абонента, он сам может, клиента, он сам может исправить, корректировать эту сумму. То есть это касаемо должников, это сделано для того, что если человек является должником, чтобы ему не оплачивать всю сумму за должности, так как это ему не очень удобно по финансовым средствам, поэтому он может редактировать любую сумму. Но автоматически при оплате через штрих-код или QR-код сумма высветится правильная, корректная к оплате именно 10 дней мая, 30% мая месяца. То есть если человек не обратил внимания. Если же он пришел и скажет, я не хочу, то есть сумму платить, он ее редактирует, либо через терминал это может самостоятельно отредактировать, либо уже с помощью платежных агентов, операционистов отделений. То есть а те люди, которые, допустим, не пользуются, есть же такие услуги, что я беру квитанцию, набираю туда счет, и все, и нигде не высвечивается у меня сумма в квитанции? Нет, такой информации не может быть, нет. То есть эта сумма автоматически высветивается везде, во всех платежных агентах, также в личных кабинет ЕРЦ, также в, ну еще раз повторюсь, да, в любом отделении Сбербанка, в любом отделении почты, соответственно, автоплатежи уже настроены на эту сумму. То есть неважно, где человек находится, даже если он в другом регионе находится, он набирает свой штрих-код, у него высвечивается правильная, корректная сумма. То есть, ну можно так понять, что произошла техническая ошибка, кто-то из сотрудников ее допустил в вашего предприятия, и в конечном итоге люди, никто не пострадает финансово, и то есть все могут быть спокойны, правильно? Да, финансово никто не пострадает, но если так вдруг произошло, ну будем уже фантазировать, да, если вдруг действительно кто-то оплатит сумму, которая указана в платежном документе в квитанции за май месяц, то эта сумма, разница пойдет в счет будущих начислений за услугу, ну, наверное, не отопления уже, а горячего водоснабжения поставщика «Газпромтеплоэнерго». То есть она учтется в счет будущих начислений, допустим, за июнь по горячей воде. Если, соответственно, человек не пользуется, ну, там летний период уехал на дачу, еще у него нет расхода начислений, то, соответственно, эта сумма учтется, ну, она будет у него в переплате вести, ну, то есть как бы ежемесячно, из месяца в месяц он будет видеть, что сумма переплаты составляет столько. Как только пойдут первые начисления, то есть, возможно, если у человека сумма переплаты составит, там, 200 рублей, а начисление следующее будет 300, то есть к оплате у него, допустим, за июнь месяц будет составлять 100 рублей, то есть с учетом этой переплаты. А также, пользуясь случаем, хочу проинформировать всех клиентов, да, по городу Ивангороду о способах передачи показаний горячей воды. То есть первое, это можно так же, как и ранее, физически дойти до территориального управления, передать операционисту свои показания, соответственно, которые будут приняты к последующему расчету платы за горячее водоснабжение. Далее, это можно сделать через номер телефона, ну, по телефону, да, стационарному, 5-50-03, 5-50-02. Далее, 5-50-04, это номер телефона круглосуточно робота, который принимает показания, то есть в любое время дня и ночи можно позвонить, назвать свой, либо номер, да, номер лицевого счета, продиктовать свои показания, либо же в тональном режиме набрать с помощью кнопок номер своего лицевого счета и также набрать кнопочками телефона показания свои по горячей воде. Вот. Далее, также заработала функция у нас номера мобильного телефона, то есть, соответственно, абонентам те, которые непосредственно не пользуются стационарными телефонами, а существует только мобильная связь, с помощью смс можно направить также свои показания, то есть, которые будут приняты также к расчету платы. Следующий способ – это также адрес электронной почты, то есть, он указан в платежных документах на лицевой стороне, можно также передать свои показания, это для пользователя интернета, да, кому облегчает задачу. Ну, и также для пользователя интернета еще работает личный кабинет единого информационно-расчетного центра, то есть, в личном кабинете можно также просмотреть всю информацию о начислениях, информацию об оплате, соответственно, свою, можно сформировать квитанцию за любой период, и также можно сформировать финансово-лицевой счет, ну, и, соответственно, внести свои показания к последующему расчету платы за горячее водоснабжение.